Приветствую вас, и вы знаете, на ваш вопрос, который вы задаёте, как вести себя с ней, я хотел бы задать встречный вопрос, как вести себя с ней, чтобы что? То есть, что вы хотите? Хотите проявить агрессию, проявить силу, задеть, унизить, обидеть её, отомстить ей? Это одно. Хотите показать, что вы не такая, как она, что вы лучше, что вы мудрее, что вы взрослее, увереннее, вполне гармоничнее, это другое, понимаете? Хотите ориентироваться на определённый, ну, скажем так, социальный аспект в отношениях, да, то есть так, чтобы, ну, чтобы никто, никто в социуме, да, никто из третьих лиц не узнал о том, что у меня с вами такая история происходит, это, это совсем другое, то есть, чтобы что, знаете? А чтобы что, вы не знаете, потому что вы, я там, бить не хотите, и опускаться до ее уровня не хотите, и так далее. Значит, во-первых, поищите в интернете созависимость и независимые отношения, это первое. Второе. Посмотрите треугольник Карп Карпману. Это второе. Третье. Психологическая игра в связи с тебя. Вот. Это то, что касается лично вашей истории. Я не буду раскрывать сейчас те аспекты, которые я сказал, потому что, ну, посмотрите сами, в интернете изучите, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Просто резюмирую, так вот, резюмирую, да, что пока у вас есть внутренний конфликт, пока у вас есть внутренние противоречия, пока вы чувствуете себя, как вы говорите, дурой, в шоке, пока ваш молодой человек ее ненавидит, вот, а ненависть это сильные чувства, от ненависти до любви один шаг, вот. Вы не сможете видеть себя адекватно. То есть, давайте сразу определимся, что такое адекватно. Как это? Как это? Адекватно. Это как вообще? Адекватно, это в соответствии со своими ценностями, в соответствии со своими желаниями, в соответствии со своими установками, в соответствии с тем, как вы сами для себя считаете правильным. и нужным. Вот это, это и есть адекватное поведение. Я не думаю, вот честно, честно скажу, что, я не думаю, что вы способны вести себя адекватно, потому что есть конфликты, есть, вот вы говорите, на чеку, да, то есть есть недоверие к молодому человеку, боитесь, что опять что-то произойдет, и так далее. А почему боитесь? Случайно, что ли, боитесь? Нет, конечно. Это, этого не может быть, это не бывает случайно. Либо вы не доверяете молодому человеку, либо вы его не до конца простили, либо там у вас есть еще какие-то аспекты, ну, еще какие-то сложности есть. Возможно, вы не уверены в себе. Возможно, молодой человек для вас слишком многое значит, вот вы говорите, что очень сильно переживали, что вам было больно и так далее. А если молодой человек вам изменил, значит, наверное, его что-то не устраивало в отношении, ну, с вами, я так думаю. Если его что-то не устраивало, значит, вам нужно было бы что-то поменять тогда. И, может быть, вы боитесь совершенно не случайно, потому что вы боитесь того, например, что он вам изменит еще раз. А измены вы боитесь именно потому, что вы понимаете, что вы это ничего не изменили в себе. Что молодой человек, вот он просто, как бы, ну, вернулся, да, решил вернуться. Вот. И все. Просто решил вернуться, молодой человек, к вам. А вы ничего не делали. Как бы. Вот. Ничего не меняли. Сами. Вот. Понимаете, да? Вот. И именно поэтому, может быть, вы боитесь. Именно поэтому, может быть, у вас есть страх. Понимаете? И в данном случае это страх, ну, это тот страх, который, как бы, можно обратить себе во благо, на самом деле. Потому что он конструктивный, он мотивирующий, он мотивирует вас на какие-то действия. Вот. Понимаете? О чем, о чем это значит? То есть, что нужно делать вам? Вот. Вы боитесь чего-то, да? Вот. И, соответственно, нужно определить и причину боли, и подкорректировать свое поведение, свое отношение. И, причину измены, определить и подкорректировать ваше поведение в отношениях с мужчиной. И, соответственно, ненависть молодого человека к этой девушке. Вот. Потому что это не страшная ненависть. Так прямо из того, что мужчина может себя винить, да, он может себя винить. Вот. И, как бы, вина, она вообще мало что даст, вина мало что может дать хорошего. Ну, именно, вот, для человека. Как бы. Вина реально мало что может дать. Поэтому, от вины молодой человек должен избавиться. Вот. А вам нужно принять ответственность на себя за то, что это произошло. Что он изменил вам не только потому что он изменил, но еще и потому что вы тоже что-то сделали. Вот. А девочка-то что? Ну, у нее есть какие-то свои проблемы. У нее проблемы с самооценкой. У нее проблемы с, там, со своими ценностями. Она пытается быть похожей на вас. Пытается, значит, ну, как бы добиться этого человека. Она унижается, она ради этого готова на все. И что? И что? Ее не винить надо. Ее пожалеть нужно. Но вопрос в том, а можете ли вы ее пожалеть? Вот в чем вопрос. На данный момент нет. Потому что у вас, опять же говорю, свои проблемы. От своих сложностей, от своих конфликтов. И, как бы, действовать нужно здесь, в первую очередь, ну, в нацеленности на себя. Дальше. Мой молодой человек изменял мне полгода. Ну, не признаваться, пока не нашла переписку. Да? Изменял полгода. То есть, это не одна измена. Это прямо систематическое поведение было. Дальше. Сказал, что больше не любит, хочет быть с ней. Меня бросил, приехал на другую квартиру. Мы с ним все лет вместе. И мне 21, и мы 23 вместе живем уже пятый год. Почему такая спешка? Она не... Почему такая спешка? Ну, то есть, почему так вот, так рано, так быстро? В чем ваша цель? Вот. Что вам, что ему, в принципе, надо думать сейчас об учебе, о карьере, о реализации, но никак не о друг друге. Ну, то есть, не в том смысле, чтобы жить вместе. Вот. То есть, вполне вероятно, что ему надоело, что вам вполне вероятно, что он закатил чего-то больше. Вот. Вы, вполне вероятно, имеете сверх мотивацию быть с ним и обесцениваете свою собственную индивидуальную активность. Привет, у нас была очень большая в чем? Я не могла поверить в такое предательство. Это не предательство. Это не предательство. Это системная, постоянная неудовлетворенность. Предательством это воспринимаете вы, потому что тот молодой человек, которого знали вы, так бы не поступил. По сути, это означает, что вы отказываетесь видеть реального человека. По сути. Мы через многое прошли, он не давал никогда повода для ревности. Но, опять же, то, что вы через многое прошли, ничего не значит. То есть, это чувства. Чувства были, чувства ушли. Всё. Я его оправдывал тем, что мы были первыми друг у друга, и мы захотелось попробовать что-то новое. Зачем оправдывали? Для чего? Потому что вам это было нудно. Почему? Почему нудно? Опять же, да? Вот подумайте. Это не принятие человека, это не принятие его желания, это не принятие его поступков. Это восприятие измены как ошибки. Это не ошибка. Это не ошибка. Это свидетельство его неудовлетворенности. Дальше. Так. Через месяц после приезда в Нью-Бросфилл, так как понял, что любит меня, и мы попробовали начать заново. Опять же. Здесь снова есть небольшое заблуждение. Заново пробовать ничего нельзя. Отмошения заново не начинаются. Это детское позиция. Тот опыт, который у вас есть, те впечатления, которые вы получили, те выводы, которые вы сделали, они будут с вами. Вы не можете начать заново отношения с молодым человеком, хотя бы потому, что вы начеку. Уже. Это уже не заново, значит вы обманываете себя и его тем, что вы начали отношения заново. Вот. Можно сделать выводы, можно подкорректировать свое поведение, можно поменяться в конце концов. Но не заново. Теперь речь пойдет о бывшей любовнице. И если у нас лет она всячески скрутилась вокруг моего молодого человека, они вместе работали. И когда он был пьян, она сказала, что хочет его, а он не отказался. Ну, интересно. Эммм, вся эта история. Это очень похоже на то, что вы оправдываете его. Вот. Опять же, вы говорите, что он вам изменял полгода. То есть, вот. Давайте я даже посмотрю. Да. Вы говорите, что он изменял полгода вам. Полгода был пьян и полгода она его ловила? Вряд ли. Эмм, так, значит. Так, для нее было нормально быть в роли подстилки. Так, ну, здесь вы ее обесцениваете. Пытаетесь утвердиться, самоутрудиться за ее черт. Эмм, так она знала о наших отношениях. Ну, это не подстилка, да. Знаете, просто для человека наличие отношений просто ничего не значит. Ну, да, значит, человек не чувствует себя подстилкой. Для него это нормально. То есть, вы хотите ее принизить. Да, но опять же, вопрос, зачем вам это? Зачем обесценивать кого-то, если я, короче, хорошего мнения о себе? Если я гармоничная личность, зачем мне кого-то обесценивать? Мы с ней были знакомы. Она всегда здоровалась, лайкала фотки, подписалась на меня, рассматривала меня. Потом, смотрю, купила вот так вот и куртку-юбку. И вас это вот не, ну, как бы не настораживало. Не настораживало. То есть, она старается на вас быть похожей. Вот так, как я узнал о Исмине, я ее заблокировал. Так что, для меня непонятно, она хотела задеть меня этим. Вопрос к нам. Детко как-то прозвучал вопрос. Вы простите, но понимаете, какая история. Ваш блог, ее, это детское поведение. Знаете, что вы показали, что вас задело. То есть, если она хотела задеть вас, если она хотела вас задеть, она задела. У нее получилось, вы ее заблокировали. Вот. Если честно, я думаю, что она просто пытается доказать вам, что она не хочет вас. Она просто выбрала вас в конкуренты, выбрала вас в соперницу и пытается просто с вами соперничать. Реализует свои какие-то комплексы. А вы в ее игру играете. Разменные монеты в этой игре, это является ваш молодой человек. Ну. То есть, не заблокировали ее, а написав ей, что вы знаете о измене, что вам ее искренне жаль, что вот, там, что она не считает себя достойной. Ага. Имеясь единственного мужчину, да, и там, и так далее, и так далее. Что вы можете ей помочь, и что, как бы, увидите, что она пытается быть на вас похожей, и пусть, как бы, продолжает, что вы надеетесь, что она найдет, наконец, себя, и так далее. Вот так мы не написали, как взрослый человек. Да, понятно, что внутри вас спой. Да, понятно, что измена – это неприятно. Это понятно. Это понятно. Это понятно. Но измена, измена, я повторю, для взрослого человека, которые являются гармоничной личностью, это свидетельство о проблемах. Несколько раз измена – это свидетельство о том, что люди друг другу не подходят. Все. Как хочется, конечно, да, грусть есть, горевание есть, да, естественно, иногда это травматично бывает. Но вот так. Вот так. А чем вы, по факту, по поведению, отличаетесь от этой девочки, но только раз вы что не изменяете своему молодому человеку, так может потому что вас устраивает все. А если бы не устраивало, что бы вы делали, да? Вот. Далее. Значит, вы спрашиваете, почему? Для меня такое непонятное. Она хотела меня этим задеть? Вы как бы задаете вопрос. А какая разница? Что она хотела, может, знаете, только она вам. Опять же, ну, можно спросить ее об этом. Я о ней даже не догадывался. После того, как он ее бросил, она ему периодически писала, звонила, он не отвечал, просто заблокировал. Вот видите, тоже ведет себя как ребенок. Но с того, чтобы принять и спокойно простроить границы с человеком, он играет в ней в игру, ты приближаешься и отдаляешься. Понимаете, блок это отношение. Это неравнодушие. Это отношение. Она думает, что он заблокировав ее, хочет, чтобы она его добивалась. А он заблокировав ее, боится соблазна. Нового соблазна боится. Вот и все. Она начала приходить к нему на работу. Так, пыталась поговорить, он даже не здоровался с ней. Ну, вот видите, да, это детское поведение. Они знакомые, знакомые. У них было что-то общее? Черт, да они спали вместе. И чего? Чего вдруг, чего вдруг ему не здороваться с ней? Что это за детское поведение? Понимаешь? Вот. Он не здоровается, потому что боится. По-хорошему, вам бы вдвоем на консультации к психологу по поводу ваших отношений и удовлетворенности друг другом, жизнью и так далее. Вот. По-хорошему. Сейчас, когда молодой человек выставляется на фотографии, она их лайкает, так что воспринимает, как вызов. Я не могу ее понять. Он ее просто использовал, выкинул как тряпку, а ей даже не стыдно. А за что ей даже нам стыдно? Чего она хочет? Добиться его и получить приз. Напоминает о себе. Скорее показывает, что вызов принят. Постыдие новости меня убили. Опять же. Вам выгодно. Вам выгодно, чтобы вас это убивало. Может это шок, шок это безответственность. Мой МЧ работает администратором в ресторане, она работала по поварам. Недавно приходила, сказала, что хочет снова там работать. Как я вынес это, я не знаю, что они будут вместо работы, большой риск. Риск чего? Того, что молодой человек ваш снова вам изменит. Так разве это риск? Это проверка вашего доверия. Это проверка того, насколько вы гармоничная пара. Насколько вы оба гармоничные личности. Вон она вас как встряхивает, девочка-то. Все почему? У вас в паре проблемы. Пока в паре проблемы любая девочка. Сегодня она, завтра другая. Вот завтра третья. И что, вот каждая будет так вас выбивать из кольги? Что почему? Потому что своей собственной цели, она не как бы своего собственного движения по жизни. Ваш нет. Нет у вас своих целей. И молодой человек, скорее всего, вам важен сам по себе. То есть он ценный в себе. Это правильно, это хорошо, что он сам ценный в себе. Но он партнер по жизни. Он не цель, он партнер. Если бы он был партнером, то вам было бы все равно, кто там пришел к нему на работу. Потому что вы знаете, что если молодой человек вас любит, он вам не изменит. А если он изменит, значит у вас проблемы, и эти проблемы нужно решать. Если проблем нет, он все равно, если изменяет, значит вы просто не его, и вы так мы от него уходите. Все. Но, у вас отношения начались очень рано. 16 лет. 16 лет вы живете, 16 лет вы живете с ним вместе. Значит у вас с семьей какие-то, какие-то трудности, скорее всего. Вот. Ну вот с этого, с этого и нужно начинать. С восприятия себя. А она надеется, что он снова меня бросит и уйдет к ней. Ну да, да, надеется, надеется. Вообще думает, что она от него так просто не отстанет. И он думает на том, что она его соблазняет. Иначе бы он, иначе бы он не сказал, ну пришла и пришла. Ну не отстает, не отстает. А сейчас он в себе очень уверен, вижу ненависть к ней. Ненависть к ней это неуверенность. Это компенсация, это защита, но не уверен. Никак не уверен. А вчерашняя звезда стала последней каплей. Последней каплей для чего? Я стоял в кассе в магазине, вижу она идет. Это мой первый раз, стояли сам к лицу. Она могла просто пройти мимо, но она подошла ко мне, влюбнулась, сказала привет. Я была в щеке. А что такого? Она поступила как взрослый человек. Да, она поступает неправильно. Да, у нее есть проблемы. Да, она ведет себя там как бы аморально. Я согласен. Но это оценка как бы субъективная. Она поступает как взрослый человек. В этом плане она ведет себя более взрослым, чем вы. Я ее не обрадываю. Я не говорю о том, что она поступает правильно, пытается вести у вас молодого человека. Нет. С точки зрения психолога это невротик, это не частный человек. У меня к ней, кроме как сочувствия и понимания ее проблемы нет. Но она ведет себя более по-взрослому, пусть она ведет себя так из-за чувства вызова, из-за соперничества, из-за механизма компенсации, но она ведет себя более по-взрослому. Потому что от того, что она изменила, точнее, она была любовницей вашего молодого человека, вы менее знакомы с ней не стали. Вот. Вы можете сказать, кто вообще будет здороваться с любовницей? Так, вы понимаете, в чем дело? Не соблазнялась же она его. Он же сам не отказался, и он изменял вам с ней полгода. Так, может быть, не она виновата, не только она виновата. Она предложила, она хотела, хотела. Высказал ему о своих желаниях. Высказал. Имело право? Имело право. С точки зрения морали, как бы, мораль здесь ни при чем. Вот каждый человек кричит для себя сам. Какая у него мораль. Кто-то там изменяется налево-направо, но при этом родители для него святые. И кто-то не изменяет, там, ну, как бы, ведет себя в этом плане хорошо, а при этом свою жену убьет, там, и так далее. Вот где здесь мораль? Вот что, с точки зрения морально, является наиболее деструктивным? Изменой или побои, грубости и так далее. Понимаете? Поэтому, тут вот, как бы, такая история. Она знает, как я страдала, сколько боли она нам причинила, ей хватает наглости подходить ко мне и здороваться. Ну, еще раз, да? Понятно, как бы, идея моя, да? О том, что, я хочу сказать вам, как бы, здесь вы играете в игру, все из-за тебя, потому-то страдали вы, боль испытывали вы, не нам, а лично вам. Аноним, она причинила бы уши. И вы за эту боль ответственности не хотите. Вот. А подходить, подойти и поддороваться, нет ничего плохого. Она никогда с такими наглыми людьми не сталкивалась. Но это, знаете, можно назвать это наглостью, можно назвать это вещь. Еще раз говорю, вот вы очень категорично судите, сличко. Вот. Если я вас буду на работу, мы будем часто видеть, я не знаю, как себя вести. Ну, соответственно, то, что вы чувствуете себя полной дурой, да, то, что вы обесцениваете себя. Вот. А это, собственно говоря, ключевой аспект. Понимаете? Понимаете? То есть, ваша проблема в том, что вы думаете о себе, а изначально уже негативно. Но обвиняете других людей в том, как вы себя чувствуете. Вот. Понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, что вот обо всем этом вам нужно подумать, переосмыслить. Вот. Либо самостоятельно обращаться за консультацией, либо совместно с вашим молодым человеком. Вот. Либо порознь. Вот. Но только так можно эту проблему решить. Потому что у вас, у вас тут вот явно идёт перенос. Очень, очень сильный механизм переноса. Вот. Ну и, соответственно, обвинение. Да, то есть обвинение, наглость там и так далее. И так далее. Вот. Вот так. Что-то я могу вам сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Предполагаю, что мой ответ вам не понравится. Ну, не понравился в каких-то местах. Вот. Но, опять же, то, что вам не понравится, не отменяет его... Как бы направленности и профессионализма. Всё, что я сказал, это с точки зрения профессиональной психологии работает именно так. С точки зрения профессиональной психологии и психотерапии. Вот. Если остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. Поехали. ệu